В зале молодые чемпионы. Для многих это первая встреча с президентом. Сегодня он благодарит их за очередную победу. Ребята из Татарстана стали первыми в финале 8-го национального чемпионата молодые профессионалы Гран-при за Москвой. Я считаю, что мы способны побороться и с Москвой, и с кем угодно. Поэтому вы достойны. В следующий раз и компетенции, и команды надо выставить столько, сколько надо. Значит, я думаю, что то, что мы на этой позиции, это хорошо, но это не предел. Надо двигаться дальше. Чемпионы не скрывали эмоций. Это событие для меня. То, что я первый раз вижу его. И, не знаю, радость такая, даже гордость. Все слова президента будут обращены к нам. Что-то он говорит отчасти мне даже. Среди победителей братья Нурулины. Мы уже рассказывали о них. Мастера обработки листового металла выступали вместе, правда, в разных возрастных категориях. И привезли две золотые медали в Апастово. Семья Нурулиных – династия мастеров. Их папа – строитель, дед – плотник. Было не столь сложно, а столь ждать своих результатов в этом году. Потому что я не видел своих конкурентов и не понимал, что они делают. Он поддерживает меня, я поддерживаю его. Он делится своим опытом со мной. И спасибо ему за это. 3000 участников – 80 регионов. Чемпионат впервые прошел в дистанционно-очном формате. 24 часа в сутки были под прицелом видеокамер. И вся картинка шла в Центре управления соревнований, где эксперты оценивали каждый их шаг, могли пересмотреть запись. И, собственно говоря, это, наверное, определенное психологическое давление на ребят имело. Татарстан стал первым в рейтинге по итогам финала национального чемпионата, завоевав 38 золотых, 25 серебряных, 39 бронзовых медалей и 29 медальонов за профессионализм. В общекомандное первое место – результат кропотливой работы, подчеркивает президент. Отдельные слова признательности хочу адресовать экспертам, тренерам и педагогам за оказанную поддержку и проделанную работу. К слову, в этом году страна отмечает 80 лет со дня создания системы профессионально-технического образования, которая после проведения мирового WorldSkills претерпела масштабные изменения. Сегодня в республике создан 41 ресурсный центр, оснащенный новейшим оборудованием. И во многом это наследие WorldSkills. Они стали не просто кузницей рабочих кадров, но и ключевыми точками развития профессионального образования. Обучая новым компетенциям, мы увеличиваем возможности молодежи стать конкурентоспособной и востребованной на современном рынке труда. А это уже награды за европейский чемпионат по профмастерству Евросkills. Прошел он два года назад в Будапеште. Почетные грамоты президента России победителем и экспертом. Благодарности президента, экспертом движения WorldSkills. И уже через три дня молодые профессионалы снова начнут подготовку к чемпионату. Отборочный тур в ноябре. Финал пройдет в Башкирии в следующем году. Алия Хайрудинова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.